Здравствуйте, друзья! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина. Сегодня мы хотим познакомить вас с книгами английской писательницы Шерон Ренте. Она выросла в Честере, получила степень бакалавра искусств по специальности графический дизайн, а затем магистра искусств по детской иллюстрации. Поэтому свои книги она иллюстрирует сама. Сейчас живет и работает в Кембридже. Писательница придумала серию книг «Один день приключений». С ней ваш ребенок отправится в увлекательное путешествие в мир профессий. Благодаря замечательным иллюстрациям это путешествие будет веселым и интересным. Каждая книга серии – это экскурсия на какое-то предприятие или в какое-либо учреждение. Вместе с героями маленькие читатели побывают в аэропорту, на пожарной станции и в автомастерской. Встретятся в коридоре больницы для просмотра любимой телепередачи. Отправятся на стройку и проведут целый день в поезде. В книжках рассказывается о самом обычном дне, который герои проживают с утра до вечера и который оказывается наполнен разнообразными событиями и приключениями. И приключения могут ждать нас везде, где бы мы не оказались. Формат этих книжек необычный и интересный. Это и Вимильвух, и Занятная история, и Познавательная энциклопедия, и книжка-картинка. Читая их, можно поговорить с ребенком о социальных ролях и о правилах поведения в общественных местах. Например, пассажиры должны выполнять просьбы сотрудников аэропорта вне зависимости от своего желания. Больной должен слушать врача, строители строго следовать указаниям бригадира. Итак, отправляемся на увлекательные и познавательные экскурсии. Первая – на пожарную станцию вместе с главным героем Питером. Он мечтает стать пожарным и водить пожарную машину. Но чтобы осуществить свою мечту, ему придется пройти специальное обучение, ведь это только кажется, что тушить пожар просто. А чему же учат пожарных? Открывайте книгу «Один день на пожарной станции» и узнавайте. А сейчас давайте вспомним, что нужно пожарным. Посмотри внимательно на картинку и выбери нужные предметы. Дальше мы отправляемся в автомастерскую вместе с маленьким щенком Марка. Сбылась его мечта попасть на работу папе-автомеханику. Он будет целый день ему помогать. Их ждет очень много работы и самые разнообразные машины. Массажирские автобусы, легковые автомобили и большие грузовики. Одни надо починить, другие – помыть, третий – покрасить. А можно ли починить в автомастерской ракету? Маленький Марк и вы вместе с ним узнаете много нового и интересного о профессии автомеханика. Следующая экскурсия в аэропорт. Семейство Коал отправляется к бабушке в далекую деревню. Им предстоит лететь на самолете и они проведут целый день в аэропорту. Но прежде чем ехать в аэропорт, папе, маме, Каю и Соне нужно собрать вещи в дорогу. Оказывается, это непростое занятие. И как же уместить все вещи в чемодан? Но вот вещи собраны и Коалы отправляются в аэропорт. Прочитав книгу «Один день в аэропорту», вы узнаете, как проходит регистрация, как оформляют багаж, что такое пункт досмотра и для чего он необходим. А еще найдете ответы на многие другие вопросы. Сколько нужно учиться, прежде чем сесть за штурвал? Зачем пристегивать ремни? Что едят в самолете? В аэропорту очень много самолетов. Они все разные и у каждого, оказывается, есть имя. Посмотри на картинку и сосчитай все самолеты. Вы любите путешествовать? Верена, что да. Вот и герои книги «Один день на поезде» Тим и его дедушка тоже очень любят путешествовать. А еще они любят наблюдать за железной дорогой, рассматривать электрички и поезда дальнего следования. Дедушка Тима в молодости работал машинистом и знает о поездах все. Тим тоже хочет стать машинистом. Дед и внук мечтают отправиться в путешествие по железной дороге. Они будут смотреть в окно и считать все, что увидят. Коров, лошадей, коз, поросят, слонов и овечек. И, наконец, их мечта сбылась. Они отправляются к морю. Им предстоит проехать на самых разных поездах, электричках, паровозах, быстрых экспрессах. Юные читатели узнают, чем отличается электричка от поезда, кто отвечает за порядок на железной дороге, познакомятся с правилами поведения в железнодорожном транспорте и поймут, какая сложная и опасная профессия машинист. Вместе с героями этой веселой истории ребята побывают на вокзале и посмотрят все, что там происходит. Малыши поймут, как чинят составы, кто управляет поездом, что находится внутри вагонов, что делать, если на рельсах образовался лед и какие важные правила нужно соблюдать, путешествуя на поезде. Это потрясающее путешествие Тим не забудет никогда. А еще путешествуя можно найти новых друзей, а потом писать им письма. А чтобы письмо дошло по нужному адресу, существует почта и почтальоны. И мы с вами отправляемся на почту. Медвежонку Алексу повезло. Он отправляется к папе на работу. Его папа почтальон и все-все знает о письмах, посылках и бандеролях. Он расскажет сыну о том, какое увлекательное путешествие проделывают письма, чтобы попасть по нужному адресу, например, на Северный полюс. Алекс скучает по своей подружке Полли, которая живет на Северном полюсе. Северный полюс очень далеко и добраться туда не представляется возможным. Тогда папа Алекса, а он, между прочим, почтальон, как вы помните, предлагает малышу написать письмо своей подруге и передать ей привет от всей семьи. Алекс в восторге от этой идеи. Он немедленно садится писать письмо, которое должно быть очень красивым и аккуратным. Теперь нужно отправить письмо и для этого пойти на почту. Перед нами огромный зал, где местные жители могут сделать мгновенное фото, купить марки, получить посылки и другую корреспонденцию. Между делом авторы рассказывают, какие предметы нельзя отправлять в посылках и делают это в шуточной форме. Например, предупреждают, что нельзя пересылать яйца, лед, аквариум, хотя вряд ли кто-то и так соберется эти вещи пересылать. Далее говорится о том, как правильно оформлять письма. Кстати, вы можете предложить ребенку отправить кому-то письмо. Сейчас, когда почта не приходит в каждый дом, как раньше, дети воспринимают получение бумажного письма как настоящее чудо. Можно даже отправить друзьям, которые живут с вами в одном городе, но только все как полагается, с конвертом, марками. Заодно ребенок усвоит на практике то, о чем узнал из книги. В книжечке подробно описан весь путь письма. Почта, сортировка, почтовые фургоны, поезда или самолеты, почтальон, адресат. Говорится и о том, как по-разному разносят письма почтальоны. Например, кенгуру использует свою сумку, обезьянка может перепутать адреса из-за быстрого бега, а жираф может доставлять почту на большую высоту. Мы видим незадачливых почтальонов на картинке и на них невозможно смотреть без улыбки. Ослик Бен мечтает стать строителем, поэтому сейчас мы с ним отправимся на стройку. Вместе с будущим строителем маленькие читатели узнают все о строительстве дома и его отделке, о строительных рабочих специальностях, о правилах безопасности на стройке, научатся укладывать кирпичи, управлять бульдозером и самосвалом, попробуют себя в роли архитектора и сантехника. Оказывается, построить настоящий дом не так-то просто. Дети часто любят играть в больницу, но вот ходить туда не любит никто, кроме маленького Терри. Он с удовольствием отправляется в больницу, ведь там он будет помогать маме. Его мама – врач. Терри укладывает в свою дорожную аптечку все, что считает нужным и отправляется в больницу. А там… Чего там только нет. Больные скучают в ожидании приема, доктора осматривают пациентов, а медсестра-обезьянка спасает щенка, помогая ему снять с головы заострявшую кастрюлю. Да-да, вы не ослышались. Так что, друзья, не стоит надевать кастрюлю на голову, чтобы не попасть в больницу. Случаи бывают разные, и врачи должны быть готовы ко всему. Вместе с Терри маленькие читатели узнают, что нужно врачам для работы, как работать в станции скорой помощи, какие отделения есть в больнице, и как помочь самым разным пациентам. А еще здесь изображение больничных палат, медицинского оборудования и инструментов. Денек у Терри выдался длинный и сложный, но он старался изо всех сил, веселил пациентов, помогал врачам, играл с малышами. Его мама уверена, что из него выйдет прекрасный доктор. Вот и завершилось наше путешествие в мир профессий. Может быть, после него вы захотите выбрать профессию, о которой узнали сегодня. А все эти и многие другие книжки вы можете взять в нашей библиотеке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok